Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире телеканала Видное ТВ, прямой эфир, и сегодня мы пригласили к нам в студию заместительного начальника инспекции номер 14 по Московской области Голстяна Анаита Владимировна. Анаита Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за то, что согласились прийти к нам сегодня в эфир и рассказать мне и нашим телезрителям о тех налоговых случаях, которые вот-вот уже, что называется, на днях должны произойти для каждого налогоплательщика. И первый вопрос, который я хотел бы задать. Давайте поговорим о сроках уплаты налогов, таких как имущественный, транспортный и земельный. В настоящее время установлен единый срок уплаты, земельный налог и физических лиц, срок уплаты не позднее 1 ноября 2013 года, налог на имущество физических лиц не позднее срок уплаты 1 ноября 2013 года, и транспортный налог физических лиц 11 ноября 2013 года. А вот смотрите, мы с вами встречаемся сегодня у нас 31 октября. То есть получается, ну учитывая, что время уже вечернее, сегодня человек, который не оплатил, скажем так, да, уже завтра 1 ноября, не оплатил, что ему делать в этом случае? Вот сейчас он посмотрит наш эфир, он не успел оплатить до 1 ноября, как это и положено, налог. Что ему делать в такой ситуации? Если налогоплательщик получил налоговое уведомление, то, конечно, необходимо оплатить сроки, указанные в налоговом уведомлении. А в случае, если он не получил налоговое уведомление, да, то ему необходимо обратиться в налоговую службу, расположенную на заводской улице, дом 22А. Мы работаем ежедневно, вторник и четверг мы работаем до 20.00, и в первую и третью субботу мы работаем до 10.00 до 15.00. В случае, если налогоплательщик не может лично приехать в налоговую инспекцию, то он может воспользоваться интернет-сервисами, которые расположены на сайте Федеральной налоговой службы. Это интернет-сервис личный кабинет налогоплательщика. Через личный кабинет налогоплательщика налогоплательщик может распечатать налоговое уведомление. А также в личном кабинете налогоплательщика обозначены объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности у физического лица. И также он может подать заявление через интерактивную приемную по вопросам налогообложения, которое будет рассмотрено инспекцией. Вы знаете, готовились к эфиру. Я наткнулся на такую информацию и хотел бы, чтобы вы ее прокомментировали. Называется, например, так. Комплекс мероприятий по имущественным налогам в целях вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества. Вот такой достаточно интересный оборот. И тем не менее, вот если рассказать нашим телезрителям, что это такое? Да. За период, начиная с 2012 года, Управлением Федеральной налоговой службы и правительством Московской области утвержден план мероприятия по мобилизации дополнительных доходов местного бюджета. Конечно же, этот план мобилизации, он касается прежде всего местных налогов, таких как налог на имущество и земельный налог. Он касается земельных участков, по которым отсутствует категория и вид разрешенного использования. Также касается объектов капитального строительства, которые зарегистрированы в упрощенном порядке. Это так называемая дачная амнистия и объектов капитального строительства по объектам, сданным в эксплуатацию, без технической инвентаризации объектов недвижимости. По этим объектам проводятся мероприятия по дополнительному вовлечению. То бишь, органами местного самоуправления выносится постановление об утверждении вида и категории земельного участка. Потом они направляются в кадастровую службу для установления кадастровой стоимости, а позднее они попадают в налоговую инспекцию. И мы уже исчисляем непосредственно налог тем физическим лицам, по которым проведена эта работа. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям 541-2540 и 547-08-13 телефоны прямого эфира. Сегодня у всех у нас есть удивительная и замечательная возможность, что называется, от первого лица узнать о тех налогах, которые каждый гражданин должен платить. Поступил вопрос от нашего телезрителя. Квартиру купил, а надо ли за нее платить налог, если у меня только договор купли-продажи застройщиком? На основании закона, да, и налогового кодекса, и закона Российской Федерации о налоге на имущество, налогоплательщик оплачивает налог только с момента перехода права собственности. Момент перехода права собственности – это регистрация договора купли-продажи в регистрационной палате. То бишь налогоплательщик будет являться плательщиком налога только с того момента, когда его договор будет зарегистрирован в регистрационной палате. То есть с этого момента начинается исчисление и его ответственность за уплату налогов. Поступает еще вопрос, мы только что его озвучили, но на всякий случай, мало ли, наш телезритель прямо только-только подошел. Можно ли с помощью интернета узнать о своей задолженности, Дмитрий, наш телезритель? Да, с помощью интернета можно узнать о своей задолженности. На сайте ФНС есть вкладка «Электронные услуги ФНС», там есть сервис «Узнай свою задолженность». Если вы знаете свой ННН, вы можете забить этот ННН в этом сервисе, и там высветится вся задолженность, которая присутствует на настоящий момент. Но вы там не увидите ту задолженность, которая сформировалась за 2012 год, то бишь по срокам уплаты 1 ноября и 11 ноября. Она уже появится в этом интернет-сервисе ближе к концу ноября, потому что пока придут платежные документы, к концу ноября уже будет эта информация. Вы знаете, очень часто общаясь именно по налоговым сборам, ведь в различные бюджеты, скажем так, идут те налоги, которые платят граждане. Какой-то налог идет в местный бюджет, в муниципальный, какой-то идет в региональный, какой-то идет в федеральный бюджет. Изменилось ли что-нибудь именно в этом направлении, и по-прежнему, например, там земельный, по-моему, насколько я знаю, налог остается в муниципалитете. И как сейчас распределяется, уж извините, распределение этих денег по бюджету? Значит, налог на имущество физических лиц, земельный налог и физических лиц, и юридических лиц, он полностью поступает в местный бюджет, а налог на имущество организации, он поступает в областной бюджет субъекта Российской Федерации. А транспортный? А транспортный налог, он также поступает в доход областного бюджета. Поэтому местный бюджет, он в основном формируется за счет земельного налога и налога на имущество. А раз уж мы с вами заговорили о транспортном налоге, еще один вопрос поступил от нашего телезрителя, кстати говоря, очень интересный. У меня автомобиль находится в угоне. Должен ли я оплачивать транспортный налог? Да, на самом деле это очень важный вопрос, потому что многие налогоплательщики, получая налоговые уведомления, у них негодование, что как у меня автомобиль находится в угоне в розыске, а инспекция начисляет нам налог. В рамках 85-й статьи налогового кодекса мы не получаем эти данные из органов ГИБДД. На основании закона налогоплательщику, собственнику необходимо представить справку об угоне из правоохранительных органов, что автомобиль находится в розыске. В том случае, если налогоплательщик предоставляет оригинал справки о том, что автомобиль находится в розыске, налоговая инспекция заносит в базу данных и делает перерасчет с момента угона. А в том случае, если налогоплательщик предоставляет копию справки, то налоговой инспекции делается запрос, соответствующий орган правоохранительный. И как только правоохранительный орган подтверждает о том, что автомобиль находится в угоне налоговой инспекции, делается перерасчет, и если у налогоплательщика есть другие автомобили, то по этим автомобилям делается расчет и установляется уже иной срок уплаты, дабы не нарушать права налогоплательщика. Ну это на самом деле очень хорошо, потому что действительно человек пострадал на самом деле. И еще здесь его. Кстати говоря, раз уж мы затронули эту сторону взаимодействия, межведомственное взаимодействие, давайте тоже об этом поговорим. Насколько тесно вы работаете с судебными приставами, с ГИБДД, с регистрационной палатой, с кадастровой палатой? Как эта взаимосвязь у вас налажена? Значит, если брать органы ГИБДД, то с органами ГИБДД мы работаем в электронном формате, у нас есть система межведомственного взаимодействия, которая позволяет налоговому органу делать запросы. Буквально в течение суток, иногда бывает часа, 10 минут, мы получаем ответ о том, что находится ли автомобиль или автомобиль снят с учета. И соответственно мы делаем перерасчет. Если налогоплательщик заявил, что да, мой автомобиль продан, но по какой-то причине в рамках 85-й статьи сведения в инспекцию не поступили, мы делаем перерасчет и устанавливаем уже новый срок уплаты для данного налогоплательщика. Если брать службу судебных приставов, то к тем налогоплательщикам, которые не оплачивают налог своевременно, а после комплекса мероприятий, как мы высылаем налоговое уведомление, мы также высылаем требования об уплате налога, то после этого мы формируем пакет документов для выдачи судебного приказа в суд. И после того, как будет выдан судебный приказ, мы уже направляем данные материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания в рамках закона об исполнительном производстве с вышеуказанных лиц суммы недоимки. А скажите, если есть какая-то определенная статистика, много людей все-таки не платят, и которым приходится посылать все эти требования, а обращаться в суд, обращаются к судебным приставам, да? То есть много достаточно зафиксированных случаев, когда судебные приставы именно решают проблемы неуплаты налогов нехорошими людьми? Ну, такие случаи в процентном соотношении, это в основном транспортный налог, да, все-таки больше по местным налогам, по земле и по налогу на имущество, все-таки налогоплательщики платят эти налоги. Ну, потому что, если честно, он немножко меньше, потому что если ты за квартиру платишь в год, ну, условно говоря, полторы тысячи рублей, да, за целую квартиру полторы тысячи рублей, то если у человека машина, пускай и дорогая, то у него может приближаться там к 20-30 тысячам налог транспортный. Вот чем вопрос. Ну, вот и как раз и получается, что больше всего неплательщиками налога это являются собственники транспортных средств. И, как правило, с ними как раз и возникает самая проблема у налоговой инспекции, потому что если у юридических лиц у нас безакцептное списание, у нас есть расчетные счета, с которых мы можем взыскать этих деньги, то с физических лиц, вы сами понимаете, процесс получения, поступления этих денег в бюджет, он очень длительный. Если плательщик, конечно, сам не заплатил эти деньги в бюджет. Еще один вопрос поступил от нашего телезрителя. Я пенсионер, ветеран труда. Есть ли для меня какое-нибудь налоговое послабление, скидка? Да, на самом деле для пенсионеров, согласно закону Московской области, предусмотрена льгота по налогу на имущество. Но эта льгота, чтобы телезрители знали, она носит заявительный характер. То бишь, если налогоплательщик знает, что у него есть льгота, ему необходимо обратиться с заявлением в налоговую инспекцию и приложить копию удостоверения, копию пенсионного удостоверения, либо копию удостоверения ветерана труда. И в этом случае, с момента выдачи пенсионного удостоверения, инспекция будет сделан перерасчет, но не более, чем за три года. То бишь, если налогоплательщик раньше платил налог, а теперь он узнал, что он освобожден, то мы можем делать перерасчет только за три года. Кстати говоря, вот еще один вопрос, примерно такого же характера. У меня в кооперативе собственный гараж и также человек пенсионер, есть ли какие-нибудь налоговые послабления? Да, для всех пенсионеров налоговая льгота по налогу на имущество. Хорошо, переходим к следующей теме нашего разговора. Ну, понятно, что разные могут быть случаи. Где-то не сработал какой-то механизм, я сейчас не буду перечислять, какие службы должны доставлять уведомления налоговые для налогоплательщика. Ну, так произошло. Не пришло оно к нему. Что гражданин должен сделать в этом случае? Ну, если не пришло налоговое уведомление и человек живет в шаговой доступности от налоговой инспекции, то, конечно, лучше посетить налоговую инспекцию. Тем более, мы работаем в удобное время, это в первую и в третью субботу. Вот буквально завтра у нас будет прием с 10 до 15 часов. Если у человека нет возможности явиться в налоговую инспекцию, то есть интернет-сервисы. Это и личный кабинет налогоплательщика, и сервис интерактивный и приемный. Он может воспользоваться этим сервисом и при помощи этого сервиса распечатать налоговое уведомление и оплатить налог. Еще у нас вопрос, раз уж мы говорим о том, что, да, ну, разные бывают случаи, не пришло уведомление, еще что-то такое. И вопрос от нашего телезрителя. Набегает ли пене за неуплаченную задолженность? Да, в рамках статьи 75 налогового кодекса после наступления срока уплаты начисляется пеня в размере 1,3 ставки рефинансирования. Еще раз, какая ставка? 1,3 ставки рефинансирования. 1,3 ставка? Просто понять, а сколько это? Ну, это зависит от суммы недоимки. От суммы недоимки это будет зависеть. Ну, то есть, если тысяча рублей, это получается, надо было учиться в математике больше и лучше. Следующий вопрос. Касается уже непосредственно, мы обсудили транспортный налог, мы обсудили налог на имущество. Теперь, такую небольшую часть нашей встречи, давайте посвятим и земельному налогу, тем более учитывая, что земельный налог полностью остается в муниципальном бюджете. И это достаточно приличный, на мой взгляд, бюджет образующий налоговый сбор. Поэтому давайте этому тоже уделим внимание. У меня свидетельство 1998 года на землю. Почему не приходит земельный налог? Да, я скажу, почему он не приходит. Как раз это сейчас та тема, которая обозначена в рамках мобилизации управлением Федеральной налоговой службы по Московской области. Свидетельства, выданные до 1998 года, они отсутствуют в базе данных регистрационной палаты. И в рамках 85-й статьи, в рамках нашего информационного взаимодействия, они просто не поступают в налоговый орган. Есть план по мобилизации доходов от мая 2013 года, утвержденный правительством Московской области. В этом плане есть алгоритм по этим участкам. В данном случае обозначен такой алгоритм. Органам местного самоуправления необходимо из архива поднимать эти свидетельства, заказывать в кадастровой палате кадастровую стоимость, потому что, как правило, у этих участков нет кадастровой стоимости, они не поставлены на кадастровый учет, и эти данные передавать в налоговую службу. Вот как раз сейчас, буквально 17 октября, в инспекции стояло совещание с органами местного самоуправления, регистрирующими органами. И это была тема номер один, тема совещания. И мы определили такой график взаимодействия. У нас есть контрольные сроки. Надеюсь, вот эта работа будет проведена. И тем лицам, которым, к сожалению, не приходил налог, налоговая инспекция произведет расчет. Тогда такой вопрос. Ну, так уж получилось, просто я не знаю, да? Я думаю, нашим телезрителям было бы интересно ответ на этот вопрос услышать. От чего зависит ставка земельного налога? То есть, условно говоря, если у меня и у моего соседа по 6 соток, но у него там трехэтажный дом стоит, а у меня, что называется, подворье. Есть какое-то значение земельного налога, ставки? Ставка земельного налога, она исходит из вида разрешенного использования. Если у вас один вид разрешенного использования для садоводства, то у вас и кадастровая стоимость, и ставка будет единая. Не зависит от того, есть ли на нем строение или нет на нем строения. То есть, условно говоря, идет расчет, да? Привязки для вида разрешенного использования, да, для садоводства в каждом... А если ПМЖ? Если ПМЖ, это не имеет значение. Ну, как, не ПМЖ я имею в виду, а подсобное хозяйство. Подсобное хозяйство. Это другая ставка налога, она также будет одинакова. В каждом поселении есть совет депутатов, и на основании советов депутатов, на основании их решений выносится земельный налог, да, решение советов депутатов об установлении земельного налога. Вот они уже каждый год определяют, какая ставка земельного налога для каждого вида разрешенного использования. Кстати говоря, вот поступил вопрос из поселения Молокова. В том году налог за землю был 300 рублей, в этом 1280 рублей. С чем это связано? Это связано с тем, что прошла переоценка кадастровой стоимости, которая по ряду земельных участков вступила в силу с 1-1-12 года, потому что земельный налог у нас исчисляется, исходя из кадастровой стоимости, на 1 января текущего года. Также произошел перерасчет по другим категориям, но этот перерасчет уже был произведен с 2011 года. В основном по сельхозземлям, по землям подсадоводства, был перерасчет произведен кадастровой службой с 1 января 2012 года. И да, по многим категориям земель он вырос от 5 до 10 раз. Я не помню, честно говоря, сколько это было по времени, может быть, 4 года назад, помните, когда вводились коэффициенты определенные именно по земельному налогу. То есть, условно говоря, если в Москве стоил коэффициент, назначалось 5, в Ленинском районе 3, а где-нибудь в Латышино 1 коэффициент. Я имею в виду, сейчас то же самое происходит с кадастровой стоимостью земельного участка? Да, кадастровая стоимость земельного участка, она рассчитывается из тех нормативов, которые установлены постановлением правительства Российской Федерации. И, соответственно, исходя из тех характеристик, чем, конечно, дальше от Москвы, тем кадастровая стоимость, она ниже. И, соответственно, налог, конечно, будет ниже. Но также, если брать, например, 4 года назад, то это был тогда Ленинский район, и функция по изданиям Совета депутатов была только у Ленинского муниципального района, то с 2009 года каждое из поселений принимает свое решение. То есть, в одном поселении у нас может быть ставка... Да, в одном поселении может быть ставка 0,05, а в другом 0,1. Это они уже смотрят, исходя из кадастровой стоимости. Еще один вопрос нашего телезрителя. Кстати говоря, огромное вам спасибо за такую активность. У меня нет свободного времени для посещения налоговой, а в уведомлении некорректной информации. Что мне делать? Если у вас нет свободного времени, а в уведомлении некорректной информации, то в приложении к налоговому уведомлению есть форма заявления, которую налогоплательщик может заполнить и направить ее в налоговую инспекцию. Он может несколькими способами отправить его по почте или зайти на интернет-сервис интерактивное приемное и такую же форму, но только в электронном виде, направить в налоговый орган. И налоговый орган рассмотрит это заявление в течение 30 дней согласно закону 59 ФЗ. И налогоплательщику будет подготовлен на ответ с новым сроком оплаты. Еще один вопрос. У меня квартира досталась в наследство в 2009 году. Почему не приходят мне налоги? Как мне заплатить, чтобы не быть должником? Как я уже говорила, налоговая инспекция производит расчет налогов на основании сведений, которые поступают из регистрирующих органов. Если вы не получаете налог, то, скорее всего, эти сведения не пришли к нам из регистрационной палаты. По разным причинам. Не прошли форматно-логический контроль, может быть, адрес не кладрированный. Разные причины могут быть. Для этого, для того, чтобы оплачивать налог, чтобы инспекция начислила этот налог, необходимо написать заявление. Налоговая инспекция, как может, приложить документы, может и не прилагать эти документы, потому что все равно в рамках 85-й статьи у нас такой же портал есть, как с ГИБДД, с регистрационной палатой. Это Росрегистр и система межведомственного взаимодействия. Мы делаем запросы. И так же, как при получении ответов, мы исчисляем налог. Исчисляем этот налог за период, согласно 52-й статье, не более 3 года. И, соответственно, если вы сейчас уже напишите заявление в инспекцию, у вас будет срок уплаты 1 ноября 2014 года. Скажите, а имущественный налог имеет значение, квартира приватизирована или является муниципальной собственностью? Нет. То есть, от этого не зависит? Не зависит. Чтобы граждане не понимали, а то мало ли говорят, что приватизируешь квартиру, соответственно, имущественный налог будет выше или еще что-то такое. Если квартира не приватизирована, она находится в государственной собственности. И получается, у нас орган местного самоуправления, он освобожден от уплаты налога на имущество, согласно закону. А если квартира приватизирована, конечно, вы платите этот налог. Потому что вы ее приватизировали, вы приобрели ее в собственность, и у вас есть право владения, пользования, распоряжения. А когда квартира не приватизирована, у вас нет этого права. Имеет ли налог срок действия? Как, например, штрафы в ГАИ? Налог имеет срок действия 3 года. 3 года? Да. Я пришел в налоговую взять налог за сосед. Ну, видимо, не налог, а... Ну да, налоговое уведомление. Да, естественно, за соседа. Почему мне не выдали его? Не выдали, потому что в налоговом кодексе написано, что представление интересов физических лиц только на основании доверенности удостоверено нотариально. Вот. Если бы у налогоплательщика была бы доверенность заверенная нотариально, налоговым органам было бы выдан. А так, в рамках 102 статьи, это является налоговой тайной. Мы не имеем права выдавать налоговое уведомление. И сообщать любую информацию, извините. Да, 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 конечно. Вот, кстати говоря, перед этим я задал вопрос, да, по поводу срока действия. А вот скажите, если человек, скажем так, скрывается, не платил налоги, вот тот период, который там наступает, скажем так, три года, четвертый отбрасывается, что получается, государство недополучает эти налоги? И как тогда быть? Смотрите, если сумма неуплаченного налога составляет более 100 тысяч рублей, то в рамках взаимодействия с правоохранительными органами, мы имеем право отправить материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по 199 статье, это как уклонение от уплаты налогов. А если эта сумма менее 100 тысяч рублей, то значит, соответственно, мы направляем материалы в службу судебных приставов, и у судебных приставов тоже есть сроки для взыскания этих сумм, и они взыскивают эти суммы в принудительном порядке. Мы также используем уже сейчас меру, как запрет выезда из Российской Федерации. Мне кажется, такой достаточно действенный метод. Очень действенный метод. Но, к сожалению, это вынужденная мера, потому что люди, те, которые не платят налог, они должны понимать, что в рамках 23 статьи налогоплательщик обязан платить установленные законом налоги. Еще один вопрос, я надеюсь, что успею его задать, его ответить. Ну, сейчас столько машин, да, иногда и поставить, что называется, негде поставить машину, порой бывает у дома. Поэтому все, что связано с транспортом, достаточно такая больная тема, да. И поэтому закончить наш эфир хотелось бы именно транспортным налогом. Будет ли в 2014 году повышаться ставки транспортного налога? Я думаю, этот вопрос интересует всех. Да, ставки транспортного налога будут повышаться. Согласно закону Московской области о транспортном налоге, в сентябре месяце уже принят закон об увеличении ставок. Примерно на 10% ставки налога будут повышены. Это не касается автомобилей с мощностью до 100 лошадиных сил. До 100 лошадиных сил законодатель, как и прежде, оставил ставку в размере 7 рублей за одну лошадиную силу. То есть, получается, те граждане, которые имеют быстроходные, хорошие машины, будут еще больше платить транспортный налог. Да, они будут еще больше платить транспортный налог, налоговое бремя на них возрастет. Спасибо вам огромное за то, что пришли и ответили на огромное количество вопросов, которые задавали наши телезрители. Очень надеемся, что наше сотрудничество и дальше продолжится, и мы будем отвечать на те вопросы, которые действительно вас интересуют, что связано с налоговыми и с налоговыми сборами. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и спасибо, что все это время были вместе с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok